МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Не спи, замерзнешь. К чему приводят попытки согреться горячительным на морозе? Резервы есть. Глава Чувашии побывал с рабочим визитом в Янтиковском районе. Закрыть, соединить, расформировать. Какая судьба ждет две чебоксарские школы? Заученные с детства номера телефонов 01, 02 и 03 меняются. Ведущие информационные агентства страны сообщили. Номера экстренных служб в России стали трехзначными. По какому номеру вызывать пожарных, врачей и полицию, жителям Чувашии разбиралась моя коллега Ольга Пырочкина. К привычным 01, 02, 03 добавилась единица. Отныне номер скорой помощи 103, полиции 102, МЧС и пожарных 101. Касается такой нововведений стационарных и мобильных телефонов. Трехзначными номера стали в соответствии с приказами Министерства связи и массовых коммуникаций страны, который, кстати, вступил в силу 27 января. Что ж, сегодня уже 30 число. Попробуем позвонить в скорую. Соединение невозможно. Перезвоните позднее. Перезвонить действительно можно позднее. К примеру, через несколько месяцев, а то и пару лет. В приказе не уточняется, в каких именно регионах приказ начнет действовать в первую очередь. То есть на сегодня нельзя говорить о том, что на территории Чувашской республики действует этот указ в полной мере. Сегодня, набрав по городскому телефону 101, 102, 103, вы этот звонок сделать и совершить не сможете. Нужно набирать по-старому, 01, 02, 03. Конкретных сроков перехода на трехзначные номера нет. Единственное, есть последняя дата. До 2017 года это должно совершиться на территории всей Российской Федерации. Другими словами, для абонентов стационарных телефонов все пока остается по-прежнему. Старые номера работают и будут работать еще долгое время. А вот в случае с мобильным телефоном все не так просто. Тут все зависит от оператора. К примеру, абонентам Билайна и Мегафона стоит набирать по-новому, 101, 102, 103. Ну а тем, кого обслуживает Ростелеком, пока доступен только старый способ 010, 020, 030. Впрочем, позвать на помощь можно и по единому номеру 112. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков, Республика. Знать короткие номера необходимо. Кто знает, когда и кому понадобится скорая медицинская помощь. Зима в России наверстывает упущенные аномальными морозами. Синоптики обещают, что к выходным температура повысится до минус 13 и минус 15 днем. Пока же специальные службы работают в особом режиме. Главное – спасти человека. Этот мужчина благодарен полицейским. Говорит, подобрали, обогрели, напоили горячим чаем. Если бы не они, замерз бы. Такие морозы у патрульно-постовой службы – особое распоряжение. Если подвыпившего нашли неподалеку от дома, сдать на руки родственникам. Если нет – отправить в больницу. До личного состава каждый день на инструктажах доводится требование совместного приказа МВД и здравоохранения. Люди, которые утратили способность передвигаться вследствие опьянения сильнейшего, мы вызываем специализированные службы, 0-3, скорую помощь, и отправляем их в места, где они могут получить дополнительную помощь. Сами стражи порядка тоже работают по особому приказу. В сильные морозы – усиленная экипировка. Каждый час во время дежурства можно заходить в помещение и погреться. По долгу службы мы очень долго находимся на улице. Наступили морозы, и по уставу не запрещается носить варенки. Ноги нужно держать теплее. Ноги чаще всего страдают при обморожениях. В ожоговое отделение РКБ за последние сутки поступили 5 человек. У всех замерзли конечности. Чаще всего от морозов страдают мужчины среднего возраста, которые злоупотребляют алкоголем. Врачи отмечают, что люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Хотя в такой мороз и трезвому человеку переохладиться несложно. В первую очередь одеваться по погоде, соответственно, температурному режиму окружающего воздуха. Конечно же, нужно одевать желательно непродуваемую одежду, ветреннюю пропускающую. И еще, если почувствовали онемение или жжение в области открытых участков тела, если есть возможность, нужно зайти в теплое помещение, отогреться. Если нет такой возможности, то эти участки тела растереть шерстяным шарфиком или варежкой, но ни в коем случае снегом. И ни в коем случае нельзя принимать алкоголь. Спиртное – дополнительный фактор, который способствует обморожению. Всего в Чувашии с начала года пять человек погибли из-за морозов. Татьяна Молокова, Регина Кубайкин, Андрей Спиридонов, Республика. Многокилометровый автомобильный затор образовался сегодня в Чебоксарском районе на федеральной трассе М7 «Волга». В пробке замерзали сотни автомобилистов и 15 междугородних автобусов с практически тысячей пассажиров. Такова легенда учений МЧС, которые прошли сегодня в республике. По сценарию, многокилометровая пробка образовалась из-за серьезного ДТП, в котором не обошлось без пострадавших. В Квета прокинулась большегрузная фура. Осложняло проблему то, что в некоторых транспортных средствах, которые попали в затор, топливо было на исходе. То есть автомобили могли заглохнуть, а люди в них замерзнуть. Данная ситуация, конечно, выдуманная, но в нынешних погодных условиях экстренные службы должны быть готовы к подобным ЧП в реальности. Был развернут оперативный штаб, развернуты силы средств по обеспечению населения, попавшего в эту затруднительную ситуацию, горячей пищей. Обогрев обеспечен. Ну и заправка транспорта автомобильным топливом. На сегодня все силы и средства готовы. Задачи все выполнимы. Для учений задействовали более сотни сотрудников экстренных служб и более 40 единиц техники. В случае, если этих сил и средств будет недостаточно, на помощь местным спасателям всегда готовы подключиться соседние регионы Поболжья. Ольга Перечкина, Сергей Рябчиков, Республика. Социально-экономическое благополучие Республики складывается из успехов районов и городов. Как работали в прошлом году, какой задел на год нынешний, сейчас обсуждают на совещаниях, проводимых во всех муниципалитетах. Основные показатели в районе достигнуты и по строительству жилья, и по росту заработной платы бюджетникам, и по обеспечению дошкольников местами в детских садах, и по доступности медицинской помощи. Не выполнены планы в сельском хозяйстве. Летом и осенью погода вновь дала понять. Мы находимся в зоне рискованного земледелия. Но есть примеры яркие по отдельным сельхозяйственным организациям, по отдельным крестьянско-фермерским хозяйствам. Несмотря на эти погодные условия, добились хороших, достойных результатов. Как раз нам надо меняться. Это, прежде всего, я обращаю внимание руководителей сельхозяйственных организаций. Ибо надо финансово-хозяйственную деятельность ввести с прибылью. Государство сегодня не диктует, соответственно, что производить. Как надо ввести сельхозпроизводство государства, создает правила игры. Через субсидирование по разным направлениям. Через оказываемую государственную поддержку. Глава Чуваши отметил и демографическую проблему. На фоне общереспубликанского роста населения в Шамуршинском районе зарегистрирована естественная убыль. Высокой остается смертность от травм и отравлений суррогатным алкоголем. Михаил Игнатьев напомнил, это личная ответственность каждого перед собственными детьми, родными, обществом. На совещании обсудили и меры поддержки предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей, и вопросы кредитования, и выполнения социальных программ. Кроме того, жителей Шамуршинского района интересовало, когда у них начнет показывать национальное телевидение Чуваши. Михаил Игнатьев сообщил, что в планах значится расширение вещания на всей территории республики. По каналам телевидения это самая такая эффективная связь, во-первых, зрительно, да, и вслух все это воспринимаете. И тем самым, конечно, вы в какой-то степени здесь ущемлены. Поэтому мы здесь, органы власти, будем создавать для вас равные условия на русском и на чувашском языке. Также глава Чуваши и члены Кабинета министров побывали в Шамуршинской районной больнице и на строительстве Дома ветеранов. Елена Гальперина, Оксана Александрова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня глава Чуваши лично познакомился с фермерским хозяйством, которое снабжает молокоматы Чебоксар. В районе его ждала обширная программа. Завершилась поездка обсуждением итогов социально-экономического развития Янтиковского района. Молокоматы в Чебоксарах успели увидеть многие. Через них ежедневно продается свыше полутора тонн свежего качественного молока. Но мало кто знает, что сырье для их заправки вырабатывается в хозяйстве Янтиковского фермера. В прошлом году здесь был построен новый коровник на 200 голов. И к концу года рогатая стада перевалила за полтысячи. В среднем от каждой буренки получают около трех с половиной тысяч литров в год. Кроме молока в хозяйстве производится и мясо. За прошлый год получилось 20 тонн. Мы со стороны государства будем поддерживать, поддерживали и будем поддерживать для развития таких шкарсианских фермерских хозяйств. В целом же по району индекс сельскохозяйственного производства составил около 94% к уровню прошлого года. Сказали сложные погодные условия. С Шамуршинским районом Янтиковцев объединяет и другая общая проблема. Смертность здесь также превысила рождаемость. При этом к работе врачей особых претензий нет. Конечно, сегодня больница выглядит очень хорошо, очень достойно. То есть все материально-технические условия созданы. Есть и достаточное количество оборудования для того уровня, который помощь они оказывают. Вполне всего достаточно. Даже дефицита практически в врачебных кадрах здесь тоже нет. То есть не хватает в абсолютном выражении всего лишь двух врачей. Там одного врача общей практики, одного врача травматолога. Заработная плата медиков, как и других работников бюджетной сферы, выросла. Правительство выполняет свои обязательства в полном объеме и ждет того же от местных властей. Возможности для этого есть, но они не всегда используются. По жилищному строительству у вас падение. Какая перспектива в этом году, в следующем году? У нас в районе не строится пока многоквартирных жилых домов. Поэтому мы в прошлом году два участка выделили в Янтикове. На одном участке уже ведется строительство для переселения граждан из-за аварийного ветхого жилья. А второй участок пока пустует, не начали строительство. И один участок сейчас выделяем для строительства жилья эконом-класса. На совещании обсудили и резервы, которые необходимо задействовать для повышения бюджетной эффективности. В первую очередь целевое использование земель. В районе эта работа начата и приносит неплохие результаты. Доходы от аренды выросли до 150% к уровню предыдущего года. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов. Республика. Сегодня во второй половине дня глава Чуваши работал в Канаше. В программе посещения одним из пунктов значился строящийся литейный завод. Он будет специализироваться на производстве оборудования и запасных частей для грузовых вагонов. Там планируется создать 120 рабочих мест. Михаил Игнатьев также изучил итоги работы агропромышленного комплекса и узнал, как идет строительство в районе. Подробности в завтрашнем выпуске программы «Республика». Как поддерживать на плаву совсем не новое общежитие вузов и строить современные, при этом не собирать деньги со студентов, эффективно расходовать каждую копеечку? Эти вопросы сегодня обсуждали на Совете ректоров в Чувашском государственном педагогическом университете, на котором присутствовала и заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова. Подробности у Татьяны Трофимовой. Конечно, мы понимаем, что необходимо выделять средства на строительство общежитий. Потому что капитальный ремонт, он вопросы не решает. В сентябре 2013 года вступил в силу новый закон об образовании. Одно из его положений касается отмены ограничения по оплате за проживание в студенческих общежитиях. Раньше учащиеся вузов за койко-место в общежитии платили 5% от размера стипендии. Но с сентября прошлого года государство перестало компенсировать вузам жилищно-коммунальные расходы. Таким образом, вузам предоставили право самостоятельно решать, сколько платить студентам за общежитие. И цены многих студентов, конечно же, не устроили. Начались массовые жалобы. Студенты жаловались и жаловались на то, что сама оплата, может быть, была нормальная по объему, вносимая 50-60 рублей. Но было дополнительное соглашение, оказываемые услуги были еще на 2150 рублей. В некоторых университетах оказываемые услуги по дополнительным соглашениям доходили до 7 тысяч рублей и 10 тысяч рублей. В ЧГУ, например, социально защитили своих студентов и повышать плату за общежитие не стали. Учащиеся вузы также, как и раньше, платят 5% от стипендии. Это 90 рублей в месяц для бюджетников. В ЧГПУ стоимость общежития в два раза больше. Но пока цены приемлемы для студентов, доложил ректор вуза. В педагогическом университете у нас три общежития и проживает там порядка полутора тысяч студентов. Фактически очереди на общежитие у нас нет. Стоимость 260 рублей со студентами. Вот мы в прошлом году, в 2013 году прикинули, где-то на содержание полностью общежития нам нужно порядка 15 миллионов рублей в год. Если все вот это возложить на плечи студента, это примерно получится где-то по тысяче рублей в месяц. В прошлом году содержание общежития в ЧГПУ субсидировали из федерального бюджета. Что будет в этом году, руководство пока не знает. Субсидии еще не поступило. От ее размера зависит дальнейшая стоимость общежитий для учащихся вуза. На строительство общежитий для студентов будут выделяться деньги и из федерального бюджета. Но сколько выделят, будет зависеть от многих показателей. Один из них – эффективность вуза. Хотелось бы, чтобы у всех университетов были равные возможности для развития, подчеркнул депутат Госдумы. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Нешуточные страсти разгораются вокруг двух чебоксарских школ. Основному зданию начальной общеобразовательной школы номер один, расположенной по улице Ярославской, в этом году исполнится 77 лет. Здание находится в аварийном состоянии. Недавно появилась информация, что школу хотят перевезти в здание на улице Гайдара. Но для этого придется переформировать 11-ю общеобразовательную школу. Где окажутся старшеклассники? Разбиралась наша съемочная группа. В микрорайоне текстильщиков 11-я школа начала свою летопись с 52-го года прошлого столетия. Когда-то она носила гордое звание 11-я Гвардейска. Учитель технологии Людмила Горбунова сначала сама здесь училась, теперь более 20 лет обучая детей швейному делу. Ежегодно 11-я школа отправляет свои подарки подшифтным детским домам, школьным садам. Фартуки, подушки, кукольное постельное белье и другие принадлежности, сделанные от всего сердца своими руками, неоднократно приносили победу на республиканских региональных соревнованиях. Но 25 января спокойствию школы пришел конец. Они не представились, не постучали в дверь. У меня шел урок. Они пришли, разложили свои какие-то, я не знаю, чертежи, что ли, и начали выяснять, какой ремонт они в моем кабинете будут делать, что нужно поменять полы, что нужно поменять потолок. Учащиеся, наблюдавшие за происходящим, тоже занервничали. Мы все против того, чтобы нашу школу закрывали. Тут все стали для нас родными, и мы не хотим привыкать к новому коллективу. Мы хотим закончить в своем же составе, с первого класса, потому что мы как бы, как все родные уже здесь стали, и не хотим, чтобы нашу школу закрывали или передавали кому-то другому. Узнав о грядущих изменениях, переплошились и родители. Принято решение обратиться от имени работников, родителей, учащихся, с просьбой разобраться в данной ситуации к представителям местной власти. А если не поможет, то и выше. Мы люди цивилизованные. Можно было провести какие-то совещания, какие-то переговоры, какие-то собрания, поставить нас в известность. Мы вынуждены принимать такие меры. Микрорайон новый, микрорайон разрастается, вводятся новые жилые дома, 19-этажные, 21-этажные. То есть дети в будущем, поток детей пойдет. Вот как прокомментировали возникшую ситуацию. По ситуации, возникшей вокруг 11-й школы и НОЖ-1, сообщаем следующее, что обе школы образовательных учреждений работают в штатном режиме. И, соответственно, если могут возникнуть какие-то изменения, то они будут, естественно, заранее официально доведены. Присоединить НОЖ-1 и старший класс разогнать окажется очень большой ошибкой. Я очень на это надеюсь. И, учитывая то, что вы уже направили все вот эти письма наверх, мы надеемся получить исчерпывающий ответ о том, что все-таки это ошибка и что этого не произойдет. Вот это самое главное, наверное, к чему мы очень стремимся. А вот героиням следующего сюжета не удалось доучиться и получить профессию по личным причинам. Молодые мамы идут учиться. Новый пилотный проект стартовал в 50 регионах России. В нашей республике экспериментальной площадкой стал Чувашский государственный университет имени Ульянова. Сейчас в УЗИ на специальных курсах молодые мамы готовятся сдавать ЕГЭ. 25 молодых мамочек вспоминают школьную программу в аудиториях ЧГУ в Чебоксарах. А шесть девушек учатся заочно в филиале вуза в городе Алатарь. Обучение для молодых мам абсолютно бесплатное за счет федерального бюджета. Более того, тем, кто учится очно, выплачивается стипендия. 2000 рублей. Каждая мамочка имела возможность свободно выбрать направление подготовки, которое ее интересует. Но наибольшим спросом у нас пользуются пока экономическое направление и медицинское. Обучение для них организовано по выходным дням, так как в будние дни, естественно, возникает проблема с тем, с кем оставить ребенка. Обучение на подготовительных курсах позволит молодым мамам наравне с выпускниками школ поступить в любой вуз. Но есть определенные условия приема девушек на подготовительное отделение. Возраст не более 23 лет, наличие одного ребенка и более, отсутствие высшего образования. Аня после школы закончила училище, вышла замуж и родила ребенка. А когда дочке исполнилось два года, поняла, что хочет учиться дальше. О курсах ей рассказала подруга. Когда я школу закончила, училась давно, хочется даже писать, хочется учиться. Интересно. Ребенку Татьяны всего 4 месяца, но она тоже решила попробовать себя на прочность. Пока готовится сдавать ЕГЭ, мечтает работать в банке. Ну просто да, у подруги такая же ситуация. То есть она дома с ребенком, без образования. Вот мы решили вместе ходить. Позвала ее с собой, чтобы вместе получили. Потом по возможности вместе поступили дальше уже на высшее. Самое неожиданное, наверное, то, что сейчас платят стипендию. Это удивительно. Даже как-то не верила сначала. Пилотный проект по подготовке молодых мам к ЕГЭ продлится до июня 2015 года. А если он будет признан успешным, опыт распространят на всю Россию. И курсы станут регулярными. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня суд поставил точку в деле судьи в отставке Андрея Емельянова. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения. В результате чего погиб пешеход. Напомним, вечером 6 декабря 2011 года на 30-й автодороге Андрей Емельянов сбил женщину, переходившую дорогу рядом с пешеходным переходом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Водитель проигнорировал плохие погодные условия и интенсивное движение. Вовремя не сбросил скорость, утверждал обвинение. Согласно проверке в состоянии алкогольного опьянения, в этот момент он не находился. Андрей Емельянов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Отметим, что после ДТП Емельянов в добровольном порядке выплатил родственникам погибшие 610 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. В Чебоксарах полиция разыскивает более миллиона рублей. По предварительным данным, жительница столицы республики получила деньги от проданной квартиры днем и носила их с собой до вечера в сумке. К тому же употребила спиртные напитки. Все обстоятельства происшествия нам рассказал по телефону начальник отдела полиции номер один. Она перепутала подъезд. Зашла во второй подъезд, хотя дочка фактически живет в первом. Поднялась на верхний этаж, поставила сумку на личную площадку, чтобы она не мешала ей открывать дверь. Пыталась открыть дверь. В итоге ей сказали, что она ошиблась адресом. Люди, которые там проживают, она извинилась и ушла. При этом забыла забрать с собой сумку, которая так и осталась стоять на полу лестничной площадки. Ушла из этого дома. Вообще в соседний подъезд заходить не стала к дочери. Пошла в свой дом. Пришла к себе домой. Позвонила дочери. Когда дочь с зятем пришли к ней, обнаружили, что что-то у нее сумки-то не хватает. Тут она вспоминает, что сумку она оставила в подъезде. Возвращается туда, а сумки там уже нет. Сообщили в полицию, да, но полиция уже до этого приехала туда, в этот подъезд. Так как жильцы этой лестничной площадки заметили бесхозно стоящую сумку и вызвали наряд полиции сами. Сумка, то есть, была найдена этим нарядом полиции прибывшим, но уже без денег. Это все новости на сегодня. Не забывайте свои вещи и деньги. А я с вами прощаюсь. Впереди вас ждет еще коммерческая информация. До свидания. Самая комфортная одежда зимой, особенно для нас, для женщин, это, конечно же, шуба. Главное найти качественную, удобную и теплую. Именно такие есть на ярмарке «Шубный край», которая проходит в ДК «Химик» города Новый Чебоксарск с 21 января по 3 февраля. На ярмарке более 2000 моделей. Стильные и роскошные нарковые шубы в воплощении грез каждой женщины. Огромный выбор из мутона, от классики до авангарда. Здесь не просто шубы, это элегантные меховые пальто, которые благодаря уникальным лекалам отлично садятся по фигуре. Размеры от 40 до 72, цены от производителя. И на мутон начинаются от 9 тысяч рублей. К тому же можно приобрести в рассрочку. Что хотят покупательницы, чтобы шуба была теплой. И красивые, конечно, хоть и старые, но все равно хочется одеться, ну, помоднее, выглядеть помоложе, конечно. Меховая ярмарка «Шубный край» ждет вас 21 января по 3 февраля в ДК «Химик» город Ново-Чебоксарск. Меховая ярмарка «Шубный край»